Научно-эстетический центр «Битва за одел» открылся осенью 16-го года. Казалось бы, экскурсию здесь не устроишь. Ведь не музей это и не выставка. Собранная здесь помещается в папках, на стеллажах и в файлах. Это документы и книги, которые изданы в результате многолетней работы. Еще то, что центр наполняет, собрано в рассказах того, кто им заведует. Писателя, доктора исторических наук, профессора ОГУ Егора Щекотихина. В общем, знакомство в Рио губернатора области Андрея Клычкова с работой центра не стало экскурсией, а стало товарищеской встречей. Товарищество это основано на интересе к истории и уважении к солдатскому подвигу. Ведь сражения за «Орел» являются одними из самых важных в войне захватчиками. Потому что, а, он находился в центре советско-германского фронта, б, это крупнейшие узлы коммуникационные. Поэтому, Хитлер лично еще придавал какое-то значение «Орлу». Не могу понять. Дело в том, что я работаю в архиве Германии, встретил его речь. В смысле, публикация его речи, выступление над ним, из собраний, там, спортпластик. Когда он заявил, после того, как мы захватим Москву и сожжем или утопим ее, то «Орел» становится центром оккупационной столицы, оккупационной России. И назвал он ее «Дас Ист Гитлер Ландос». То есть «Орел Дас Ист Гитлер Ландос», до слова. То есть «Орел» – столица Гитлера. Это страна Гитлера. Так что многое просто неизвестно, не стало популярным, не было вынесено в учебники. А что-то из военного краеведения уже забыто, а кое-что даже стало фейками. Например, как говорит Щекотихин, цифры насчет погибших в боях за Кривцово или на Соборовском поле иной раз звучат явно завышенные. Обсудили многое, пусть и голопом по Европам, но этот разговор с первым лицом региона не будет единственным. Кстати, на месте Клычкова может побывать каждый, ведь профессор Щекотихин готов рассказывать о войне всем, кто захочет посетить его открытые лекции. Проводятся они по средам в три часа дня. Фундаментальная библиотека ОГУ, 432-я аудитория. Подробности на сайте университета. Сергей Быковский, Дор Чернаускас, телеканал Первый областной.